Друзья, всем привет! Сегодня 1 января, я вас поздравляю с Новым Годом! Безумно рад, что я не пью, у меня абсолютно трезвая голова, ничего не болит, и это прекрасно. Мы находимся сейчас на Равайском побережье, пьем кофеек, наслаждаемся вот такой красотой. И в ближайшее время, да, вы, конечно, уже мучаете меня вопросами, почему вы не купаетесь. Я опять же повторюсь, что у меня нет вот этого романтизма по купанию, то, что прожил здесь достаточно долгое количество времени. Мы в эти праздники обязательно скатаемся на Бананы Айланд. Вот тут прям лодочку какую-то арендуем и за пару косарей туда сгоняем. Там есть лодки с прозрачным дном, то есть можно плавать, там рыбки видно, их можно кормить, хотя запрещено. Ну, ты же знаешь, Таиланд, тут много что запрещено, но в итоге всем пофигу. Особенно фейерверки вчерашние меня поразили, которые били, блин, я не знаю, там уже три ночи, они все долбят-долбят, откуда их столько, непонятно. В целом прекрасное настроение, красивая Катюшка, красивая локация, кофеек. Я две темы освещу. Какие? Во-первых, ты сначала сказал про Новый год и алкоголь, то, что ты рад, что не пьешь. На самом деле, мне кажется, лет с 15 или с 16, не знаю, когда я первый раз начала пить на Новый год, но вот это был мой самый трезвый Новый год, вот прям максимально. И это прикольно. Вторая тема насчет романтизма моря. Вот у Андрея, ну, нет этого романтизма, как он говорит, у меня есть, еще какой есть, но извините, вот эта вот штука мне не дает. Лавка вот эта, да, она все до сих пор, смотрите, ребят, в таком состоянии, очень плохо заживает. Мне это как ножом по сердцу, хочу, очень хочу, но не могу пока. И говорите, типа, иди в соленую воду, купайся, все заживет. Блин, ребят, мне перекисью больно обрабатывать раны, честно, я прям ору, мне очень больно, мне больно до нее дотрагиваться. Прикиньте, что со мной будет в соленой воде? Даже если я заклеиваю, все равно пластырь немножко она пропускает. Вот, все, я все сказала. Ну, а у нас в целом сегодня человый день, мы немного покатаемся, посмотрим красоты, сходим на массаж. Это прям обязательно, я уже соскучился, потому что несколько раз уже пропустил, Катька ходила, я работал. Вот, и завтра, может быть, сходим в какую-нибудь чел-зону в плане этого, ну, басик, лежачки с платным входом. Ну, посмотрим, как по настроению будет. Смотри, самолетик летит, такой след оставляет. Вы так красиво, ребят, вообще офигенно, 1 января на море, это просто огонь. Генерирую контент Андрею, он пошел писать. Все, пришел, подписал. Что говоришь? Ничего. Выбирай. Как тебе черные? Мне кажется, жирковато. Вот эти нравятся. Да, мне понравятся. Ну, тут есть такие более тай-дай, цветастые. Ну, они без авиазок вроде, нет. А, да, нету? Да. Есть даже такая тема ганджубасная, смотри, Боб Марли. Единственное, тут померить можно где-то, если что? Ой, ну тут их вообще дофига. Я думала, здесь маленький ларечек, а там, блин. Да. Футболки, он есть, букет, платье. Ну, не, нам это неинтересно. Это прям, да, такая тайская тема. Естественно, в Москве такой не дену, скорее всего. Но здесь самое то. Слушай, ну приколдесные. Да, мне нравится. Неплохо. Как сели? Ну, нормально, талии держатся, завязки есть. Ну, конечно, они немножко обосражки, но они такими и должны быть. Вообще, по Чикману, 150 бат стоят одни штаны, мы взяли двое. В итоге заплатили в переводе на наши 600 рублей. Кайф. Тебе, тебе нравится? Да, неплохие. Что, тебе еще одни взять? А, блин, они прямые, они без этих вот, вот этих. Из резины, они назад. Я думаю, тебе хватит, тут они постоянно продают их, вообще не проблема. Захочешь, еще возьмем. А, ты без обуви не видел. Друзья, мы снова приехали в нашу любимую локацию, за Найхар на Камушке. Сегодня достаточно спокойная вода. Смотрите, видно дно. О, погода супер. Вот Найхар у нас на фоне. Катюшка уже тут немножко расчехлилась, загорает. Очень, очень кайфово. Блин. Только буквально три недели назад мы с тобой топтали снег, и было все, ну, такое себе. А теперь море-ка, солнце, куча зелени. Я теперь, мне кажется, не смогу праздновать Новый год в... В холодных локациях? Да, потому что я вчера чуть ли не заплакала, когда бомбили эти фейерверки. Именно вот в момент, когда, ну, 12 было. Ага. У меня вообще, что-то слезы не пошли. Да они у тебя сейчас уже, как будто бы, идут. Ну, просто правда, я такого никогда не видела. Да, я видела там в России, там в Брянске, в Москве фейерверки, салюты. Но это не такая атмосфера совершенно. Когда ты стоишь не в куртке и в шапке замотанной, типа, несколько минут там, выбежал на улицу, и такой, все, погнали обратно. А именно в тепле. Много людей разных национальностей, все веселятся, это вообще пушка. Согласен. Я хочу тебе приезжать. Было офигенно. Было вообще супер. Может быть, на камере и не передается, но, блин, там реально атмосферка была огненная. Я просто, понимаешь, мы, наверное, час были на этом пляже до 12, просто ходили, да, там фейерверки, там фейерверки, они как бы не умолкали, но вот именно когда 0-0 было, просто все кричат, да. Я на это смотрю, думаю, господи, это со мной происходит. Вон там рыбки какие-то плавают. Да. Наверное, на камере не видно. И еще вот это, обратите внимание, ракушки, по ним ни в коем случае нельзя ходить босыми ногами, потому что нахрен нацарапаетесь. И там Катюха трогала руками. Только что рукой провела, да, и прям такие они колючие, очень острые. Блин, у меня прям желание сейчас вот туда нырнуть. Так жарко. А я, да, немножечко, немножечко расчехлилась, чтобы хотя бы пузико подзагорело немножко. Я думаю, может мне тоже майку снять? Подзагореть чуть-чуть. Не надо тебе, у тебя спина, говорю, шея, даже дай я сейчас запишу тебя. Да, она, запиши, посмотрю. Шея как будто грязная, да. Вот здесь он белый, а шея темная. Поэтому, да, тебя снимай майку, загори немного. Ну, вырубай камеру, что себе, будто на мое пузо вот на это смотреть. А ты сделала вот так. Смотри, Андрюш, лайфхак тебе на будущее. Смотри. Хопа, все, и пузо как будто кинет. Вот так вот лежу. Нет, я не пузатый. А теперь давай обратно. И сразу этот Астерикс был с пузом таким. Да, да, да. Или Абеликс, я уже не помню. А я не помню. Ну, все, вырубай. Давай, раздевайся. Ага, не знаю, смогу ли на камеру записать. А, ну вон, бегает уже. Ну, такой большой просто. Ну, я туда не пролезу. Мне еще вот эта лужица прикалывает. Там прям рыбы плавают. О, смотри. Это они попали в ловушку, наверное, волной. Ну, да, получается так. Волной их сюда закинуло, и все. И вылезти не могут. Размножились, и все. Причем, смотри, рыбки-то какие-то такие интересные. О, три штучки. Уполз. Так они смешно боком передвигаются. Ой, я вам еще огромного сейчас покажу. Смотрите, ребят. А он что-то звукал где-то? Не пойму. Ну, он упал. Все, вот он. И вот так вот. Классно. Вот так побродить, поизучать, да? Да. Аккуратнее только, скользкие могут быть. Такая красивая у меня. Так идет тебе вот этот костюмчик. Не могу. Сама, не выбрать? Интересно, потому что женщина продалась. Друзья мои, мы сейчас заезжали с 7-Eleven, взяли водички. Я такой думаю, блин, надо заехать в один закуток. Я там раньше постоянно ел в индийской кухне. Называется место Тандори Найтс. Блин, она не закрылась за 5 лет. Это офигительная индийская еда. Мы взяли чикин тика масла, чизна ан, это такие лепешки. Нам скоро все принесут, покажу. И мой любимый манго лесси. У Катьки ананас высок. Должно быть вкусно. Мне нравится, смотри, какие прикольные. Натуральные будут тут? Из картона. Смотри. Еще хочу показать подписчикам. Мне так нравится то, что меня в часах с Новым Годом на нее нажимаешь, а тут салют. Эй, давай мне салют. Он больше не работает. Приятного аппетита, Катюх, давай. Потом расскажешь, нравится, не нравится. Все, приятного аппетита, друзья. Если тоже лопаете вместе с нами. Давай. За весь обед и ужин мы отдали 1010 бат. В принципе, нормально. Прожуй. И ротовые. А мне так нравится. Окей. Я же в Таиланде. Дорого нет, по твоему мнению? Ну, для двух напитков, двух блюд и еще три порции лепешек нет, недорого. Забежали сейчас в аптеку, находятся на роваях. Взяли всяких штук для того, чтобы Катя обработала свою ранку. Я оплатил, я все товары здесь при помощи карты Газпрома. Все сработало нормально. Единственное, в некоторых местах они просят плюс 3% потяжу. Надеюсь, скоро заживет. Слава богу, что мы сейчас не туристы. Вот прикиньте, вот так вот приехал, ожог, не можешь купаться нормально. Просто можно сорвать из-за одной вот такой маленькой оплошности весь свой отпуск. Вот это да. Приехали с собой массаж, а там все занято. Извинялись, говорят, tomorrow. И с кроссовками в руках идем в следующую массажку. Кимс. Может быть там есть места. Говорят, туристов очень много. Видимо, после похмелья все пытаются правду восстановиться. И в Кимс тоже, да. Идем туда, где мы первый раз будем. Далеко? Блин, ну там не очень. Ну поехали так искать. Не знаю. Ну давай в другую новую искать. Слушай, ну после пьянки посидеть, поотписать на массаже. Это, конечно, очень круто. Но нам это доставляет неудобство. Да. Да. Давай сейчас сядем на байк и какую-нибудь новую найдем. Проверим. Вперед там или еще массажем. Да не, понятно, они еще есть. Просто не хочется кота в мешке. А, вот еще один момент, который хотел сказать. Да, здесь обоимся. Ну давай здесь. Я узнал. Вот Bavaria Bot Service. Это чуваки, которые на лодках плывут во всякие прикольные места. У нас есть идея сплавать на Banana Island. Стоит это 1400, да? 1400, 1500, я не расслышу. За лодку. Вообще недорого, нормально. Если будет желание, завтра сплаваем. Это полная жопа, ребят. Мы приехали в Pimpo Massage. Здесь достаточно неплохие цены. Оилл массаж 300 бат в час стоит. И, к сожалению, тоже нет мест. Очень сильно извинялась. Предлагала водичку нам бесплатно. Вот. Ну, говорит, если что, приезжайте в 9 вечера. Может быть, что-то будет. Поедем дальше искать. Это уже четвертая массажка, где нам отказывают. Мы еще пару массажек объездили. Все было занято. И вот единственное место нашли. Но нам надо будет подождать полчасика. Ну, наверное, уже минут 25. Я надеюсь. Потому что по-тайски 30 минут иногда может час превратиться. Ну, вообще 23 минуты. Главное, чтобы не было такого, что мы спросим 30 минут. Нам сказали, что еще полчаса, еще полчаса. Мне кажется, что мы еще Даня не пойдем. Встречайте. Обновленный кит и Андрей. Мне очень понравилась массажка. Так больно было тут периодически. Нашла мне какую-то мышцу. Видимо, застоялась на спине. Прямо сжамкала, сжамкала. И я там чуть ли не плакал. Но сейчас вышел, как заново родился. Вот место. Но, опять же, повторюсь, что самый кайф, конечно, это попасть на правильного мастера. А не сама массажка. Мне попалась метр с кепкой. Вот такая, да, она была? Бля, сильная такая. Я офигею. Блин, надо было бы представить, как она это в конце вытягивала. Она, короче, брала как-то вот так, Андрея, и вот так вытягивала. И Андрей же прям вот так. Это смешно. Она еще такая, хорошо, хорошо. И такой, ништяк. Я смотрю голову в сторону поворачиваю, и Андрей... Ну да, я там кряхтил, конечно. И меня она прокрутила все стороны. У меня позвоночник такой... Вот все стороны. Тебе тоже понравилось. Ну, вообще офигенно. Да, мастер прям классный. Мне здесь понравилось. И очень удобная дырка. Звучит странно, но ты бы для головы вырез с подушечкой такой. Самое удобное. Что это? Я смотрю, когда проезжаю массажки, если там нету дырки, вот в этой кроватке, я туда не хожу. Ну, потому что голова вот так, да, перекручивается не так. А там вот так вот... И все, сидишь, кайфуешь. Что сейчас делать будем, а, Катюх? Ну, пока в номер что-то не очень охота. Хочу что-нибудь легенькое поужинать. Например. 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 Ну, знаю. Легенькое я имею в виду, что не какое-то там мясо, а что-нибудь легкое. Не знаю. Может быть, какой-то легкий супчик, типа куриного. Может быть... Может быть, какой-нибудь салат. Я тебе так... Я говорила, что хочу что-нибудь легенькое, но так получилось. Я заказала говядину. Вкусная? Да. Вот так и заканчивается 1 января. На улице нормальный такой дождь льет. Но мы промокнем насквозь. Да, и очень холодно. Очень холодно. Мне было без дождя холодно. Ну, хотя бы ехать недалеко. Блин, а когда едешь под дождем, вообще в рядышку превращаешься. Это правда. Ну, я надеюсь, видно, что дороги мокрые. Сейчас еще и мокрые шлемы. Вот так вот это все выглядит. Ой, господи, как же холодно. Быстрее и не снимай. Я трясусь. Мне сейчас соски проткнуть в футболочку. Вот такая красота. Дождевика нет. А у нас еще в номере причем кондей. Да, это прекрасно. Ну, было жарко. Вы даже не представляете, как максимально практически прозрачные, мокрые футболки ехать. Хотя бы на 30 километров в час, конечно. Все, я сейчас в дружек. Вот так вот у нас релакс-день заканчивается. Совсем не релакс. Так было классно. Расслабляюще. Я отвечаю, я просто весь продрожал, пока доехал. Благодарю, нигде не будет, но потомки, блин. Да. На, держи. А еще это у Англия вайка с двумя коленцами какая-то черная фейнкапа. Такое ощущение, что это масло было. Нет, это было не масло. Это было не добычное. Потому что она и не скручивая была. Это водичка, прям. Так, быстрее, быстрее, иди ключ. Вот она. Вырубай кондитер. У-у-у. Не, не, иди вырубай. Я не зайду вот сюда. Ребята, тут так холодно. В холодильник просто. У-у-у, мать моя женщина. 23 градуса. Какие-то 23. На улице 30-ка, и то холодно. Вырубай. Все, все, вырубаю. Все, я в душ. У нас еще шлемы насквозь мокрые. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.